Момент настал. Общественники хоккейный клуб «Динамо Алтай». Еноты идут выкупать, как невесту. Все деньги собраны, Соню ждут в зоопарке сородичей. Казалось бы, еноту больше не придется существовать в клетке метр на метр и прятать мордочку от яркой лампы. Люди, кто-нибудь в поддержку, скажите слово, потому что этим людям доверять животное нельзя. Оно просто погибнет в том же самом зоопарке. Несколько лет назад в этом же магазине у жителей города вызвало жалость другое животное. Обезьяна, которая прожила на прилавке магазина три года. Из магазина макак Василий вышел с пошатанной психикой, говорили зоологи. В итоге Вася умер в зоопарке от болевого шока. Перекусил себе ногу. Енота Соню еще можно спасти. Ее готовы встретить в зоопарке. У нас вольер-то в принципе построен. Мы же в этом году на день рождения зоопарка открыли красновый вольер для енотов. Вы можете купить вот это, вот это. Все, что стоит на полках, вы можете купить. Но живой товар, он продается в несколько ином ключе. Но здесь женщина лукавит. По закону о защите прав потребителей продавец не имеет права отказать в покупке, если он повесил ценник и уж выставил животное на полку. Покупатель даже не должен отчитываться, где он работает, есть ли у него судимость или санитарная книжка. В конфликт вмешивается посетитель магазина. Женщина хочет сама выкупить енота себе домой. Я его куплю, давайте. Мы не можем продавать. Зачем вы его здесь держите? Да, кому-то, вот понимаете, просто в руки. Вы пойдете его и удавите. Юридически мы можем отказать в покупке. На основании чего? На основании того, что мы просто не уверены. Просто не уверены – это состояние, которое, безусловно, несет мощную юридическую силу. У нас могут быть свои условия. Все на основании Российской Федерации. Вы же не продаете его дома, соседки, там, не знаю. Это магазин, это общественное место. Давайте, если вы сейчас придете, скажете, я вот ее покупаю. Это общественное место. А я на нее ценник повешаю. А что же вы снимаете ценник? Я вам договор. А давайте я вам договор даже предоставлю. И тут управляющая внезапно заявляет, что уже продала енота. Вчера. Через несколько минут Татьяна выносит из подсобки якобы электронный договор, составленный с некой покупательницей из Рубцовска. Но директор хоккейного клуба считает, что это просто фикция, распечатанная на принтере. При этом управляющая магазином проговаривается, что «Динамо Алтай» мог бы выкупить енота, но с одним условием. Я вас попросила, напишите, пожалуйста, что? Отзыв о том, что у нас наша репутация соответствует, что содержание, условия содержания енота соответствуют. Вся эта история подняла на самом деле глобальную проблему и не ответила на многие вопросы. Когда же в стране контактные зоопарки закроют? Когда животных перестанут продавать, как хлеб на прилавке? Судьба барнаульского енота остается туманной. Ирина Корчегина, Илья Халяпин. День с толком. Ирина Корчегина.